В этом году Металлургу исполняется 50 лет. Первая команда, она состояла из студентов и сколько, сколько уже чисто. Павел Федор Жигаевский, я думаю, это личность, которая действительно сделала очень много для странной команды. Это ретро, в таких крагах начинали играть мотобор. Экзотическая игра, то есть такого не было. У министра обороны, его бывшие министра, он есть в мотоборе. Кстати, у Сергея Кожугетовича Шайгу тоже есть. То есть это, естественно, различные и финансовые вливания. А в мотоболе на, не знаю, пидбайках и так далее, на каких-нибудь мопедах, у них там автоматическая коробка передач? Нам нужна смена поколений. Никто просто так свое место в основном составе не отдаст. Ну, не раскроется мотоболе, а раскроется в шашках, наверное. Мы хотели доказать, что кубок мы не просто так выиграли. Доказал, что я из Донна выиграл. Такая же была обоюдная острая игра, как обычно, с полосом все игры проходят. Ты понимаешь, ты тоже туда-куда-то смешаешься, и за счет этого просто вход набираешь. Все отлично, вопросов никаких. Первая команда, она состояла из студентов и из физкультуры. Чисто вы были все студенты из студентов и физкультуры. Учиться ездили туда, а технический сюжет, тренировочный процесс. В этом году Металлургу исполняется 50 лет. Юбилей большой. Ну, 50 лет держаться не то, что на плаву, а быть лидерами мотобола России. Кто из людей, кто из значимых фигур способствовал тому, что команда живет сейчас и процветает? Если бы не было поддержки у властных структур, конечно, это невозможно существовать. В официальном календаре чемпионата России, Моцелинской Федерации России, появилась команда Металлург в 1972 году. А почему Металлург? Потому что коксогазовый завод, он принадлежал к Министерству Черной Металлургии. И поэтому все команды по всем видам спорта, не только по мотоболу, по хоккею, по футболу, все были Металлургии. И стадион Металлург. Павел Федорович Гаевский, я думаю, это личность, которая действительно сделала очень много для странальной команды. И первый секретарь райкома партии Николай Михайлович Овсяников, естественно, держал руку на пульсе. Это ретро, в таких крагах начинали играть на табу. Это вот мяч, это Гаевский тоже, опять уникальный. Мы по последующему Гаевскому на день рождения подарили вот этот мяч. С 1975 года вошли в высшую лигу и до сих пор не существуем. В 1979 году первый раз стали чемпионами Советского Союза. Это Кубок СССР, он разыгрывался с 1964 года. Вот здесь все, кто выигрывал его. Вот мы первый раз выиграли его в 1981 году, первый раз. И потом через 10 лет в 1991. А потом уже подряд пошли. Кубки уникальны. Вот этот Кубок, вот этот Кубок журнала «За рулем». Они свои соревнования проводили? Нет, журнал «За рулем», он всегда, он журнал же технический, поэтому он. И он всегда был законодателем МОД, поддержка от него была. По многим техникам спорта, по мотоболу в особенности. У нас зам главного редактора Борис Петрович Логинов. Он был президентом комиссии мотобола в Массейной Федерации России. И вот этот Кубок, этот журнал «За рулем», он разыгрывался, как кубок СССР. Старые фотографии смотришь, трибуны всегда были переполнены. Тогда еще и трибун-то не было в 1972 году, кстати. Ни одной, ни второй. Народ приходил с ящиками из-под пива, со своими туборетками. Экзотическая игра, то есть такого не было. Никогда никто не видел. Всегда что-то к новому, всегда народ тянется. Нам, видимо, повезло. Я всегда говорю, что у нас, в принципе, район аграрный. Поэтому я говорю, что, видимо, мотобольное зерно упало в хорошую, в полнородную почву аграрного Ленинского района. И дала хорошие сходы. И потом, кто бы ни приходил, команда повышала свои результаты. Руководство поддерживало. А поддерживать руководство, поддерживать, то есть это, естественно, различные и финансовые вливания, и моральное удовлетворение получали ребята. То, что первые лица обращают внимание. В 1991 году, когда развалилась голыба Советский Союз, и Василий Юрьевич был первой главой Ленинского района, он мог решать, где распределять, кому, сколько, что, почему. И он принял решение, волевое решение, что, да, берем команду на бюджет Ленинского района. Эта фотография, конечно, она супер уникальная, я считаю, потому что получилось так, что Иванов Сергей Борисович, он тогда был министром обороны, они были во дворце спорта, и мы вручили мотобольный мяч, я принес их к мотобольному мячу, они расписались на нем все. Василий Юголов, он тогда был вице-губернатором Московской области, они все расписались. Грома, ой, Иванов уже министр обороны, а он мне говорит, Валерьевич, а ведь мотобол это военно-технический вид спорта был. Я говорю, Сергей Борисович, он был, он и остался. А, ну да, и он своему администратору, ну-ка, неси. И он, вот эта плакетка написана от министра обороны, и он вручил, я ему вручил мяч. А где она? Она во дворце спорта, постепенно, они у меня ее конфисковали. Поэтому он вручил вот эту плакетку от министра обороны, а я ему подарил мотобольный мяч. Потом министр обороны, бывший министр обороны, есть мотобольный мяч. Кстати, у Сергея Кожугетовича Шойгу тоже есть. С 91-го по 2000-е годы, конечно, очень тяжелые времена были. Я вообще удивляюсь, как мы чудом выжили. Чудом выжили, и команда осталась на плаву. Опять же, я тебе говорю, вот просто Василий Юрьевич Голд принял на себя такое решение. Нас на бюджет взяли. Я всегда говорю, мы с жиру не весим, с голоду не умираем. Потом уже, как бы кто не приходил, уже передавалась эстафета. Вот сейчас последний Алексей Петрович тоже приятно, понимаешь, приятно то, что, ну, естественно, и руководству клуба, и команде, спортсменам приятно. Какие дальнейшие планы на следующие 50? В принципе, это большой срок, большой срок. Поэтому, ну, я говорю, пока деменции у меня еще нет, поэтому, видишь, еще могу-могу вспомнить, кто из стока встанет, кто был первый. Трудно загадывать. У нас нормальная приездность поколений, есть подпор основным игрокам, а конкуренция – это самое главное. Если ты будешь знать, что у тебя на хвосте сидят еще три человека, которые рвутся в бой, которые тебя всегда могут заменить. Это стимулирует любого спортсмена для того, чтобы расти, больше работать. И никто просто так свое место в основном составе не отдаст. Команда «Металлур» – это на сегодняшний день. Кстати, в этом году ей исполняется 50 лет. 34 раза выигрывал звание чемпиона Советского Союза и России, 25 раз владел Кубком СССР и России. И в составе сборной команды СССР и России 25 раз выиграл звание чемпионов Европы. Я являюсь президентом клуба «Металлур» и главным тренером сборной команды России. Молодежи стоит, конечно, заниматься спортом, прививать, как вот начал человек ходить, и уже его надо куда-то тянуть, потому что это фундамент в жизни, это закаливает и характер, и добиваться цели своей, ну и все-все-все-все. Прививать, самое главное, дисциплине, ответственность. Мотоцикл должен быть, не весить не менее 45 килограмм. Поэтому вратари, как правило, были здоровые ребята под 2 метра, а мотоцикл, вот сейчас он мопед, ну больше себе представить, мопед, вот с этого мопеда убирали все, чтобы он весил 45 килограмм. А в какой вид спорта прийти, ну молодому человеку, агитировать, да в любой надо идти, а потом он сам себя найдет, где он будет раскрываться. Любой человек где-то, ну не раскроется в мотоболе, а раскроется в шашках, наверное. Кто еще хочет? Говори, ну как нам все говори. Я хотела знать просто, а в мотоболе на, не знаю, пидбайках и так далее, на каких-нибудь мопедах у них там автоматическая коробка передач? Ну, не механика? Нет, нет. Коробка передача автоматическая, переключает, опять же, вот современные мотоциклы уже стали, можно на руле делать, некоторые играют с переключением на руле, а некоторые играют дублирующее с двух сторон, переключение с двух сторон. Нам нужна смена поколений, почему надо идти в мотобол? Кто любит хоккей, кто любит что-то быстрое, совмещенное с футболом, тут намного быстрее все. Интересный вид спорта, он захватывающий. Субтитры сделал DimaTorzok Игра проходилась в рамках чемпионата, это была первая игра, мы ее выиграли. 3-1, если я не ошибаюсь, мы выиграли эту игру. У Колоса не участвовал в игре Симон Халерн, потому что он был травмирован. В принципе, по той игре я не заметил, чтобы Колос каким-то образом ощутил потерю Халерна, они создавали много моментов. С Колосом всегда играть непросто, они жесткий соперник. Мы хотели доказать, что кубок мы не просто так выиграли, и эта игра была не исключением для нас. Такая же была обоюдная острая игра, как обычно с Колосом все игры проходят. Ты понимаешь, что ты туда куда-то смешаешься, и за счет этого кровь там ход набирает. Я смешаюсь, потому что меня блокируют, я смешаюсь, что потом ходом уйти от него. Доказал, что я из зоны выключил. Я думал, что я заеду, так я проехал. Я вообще из зоны не выключил. Они хотели реабилитироваться, но в этой игре у них ничего не получилось. Удалось мне провести не просто хорошую, а очень хорошую игру. Отчего игрокам Колоса удалось забить только один мяч. И сделал это Артем Имперека, как раз таки он спас Сергея Крошки забил. Все отлично, вопросов никаких. К сожалению, первую игру плей-оффа мы проиграли. Сергей Крошка отдавал. И Сталин Мишельска уходит один на один гол. Ну, отчасти им повезло. Иван Крештой попровоцирует. Провоцирует, бьет он Семена Халина. Конечно, некрасиво. Черный день, есть черный год. Вот сезон. 3-2 победил Колос в этой первой серии полуфинальных матчей. Меня, наверное, наплевел, когда вы в Кельпийской проиграли Колосу. И всем стало ясно, что все... Это же спорт. Это же спорт. Капитал Сосниський, атераре. Удар! И я кутрою по центру. Гол! Ощущение, как будто ты выиграл чемпионат мира, а не чемпионат Европы. Я там даже, по-моему, в Германии, даже там это сам немножко слезы пылись после финала. Там на мокром месте глаза были. Весь этот стресс, который был во время всего чемпионата и вот этой конкретной финальной игры, он теперь прямо с этим выходит. Я не скажу, что мотоболт там травмоопасный. Со стороны, да, там думаешь, ой, ой-ой-ой. Переломы, растяжение связок, надрывы связок. Перелого! Переломы, растяжение связок! До Terry! Продолжение следует...